В торжественной обстановке награды получили студенты, аспиранты и научные работники основных высших учебных заведений, а также научные работники ведущих рязанских промышленных предприятий. Всего около 20 человек. Перед началом официальной церемонии Олег Ковалев отметил значимость смелых инновационных проектов, которые важны для развития региональной экономики. Мы решили пригласить сюда всех, кто принимал участие в конкурсе, потому что уже само участие в конкурсе говорит о том, что вы относитесь к элите молодой науки, и для нас это очень важно, ваша активная работа и попытки поучаствовать в конкурсе, это, безусловно, заслуживает всяческого поощрения. Больший смысл научной деятельности состоит в практической реализации находок и достижений. Это важно для каждого молодого ученого, который хочет принести пользу своей Родине. Я уверен, что вам удастся воплотить в жизнь свои идеи и увидеть воочию результат вашего интеллектуального труда. И мы, со своей стороны, для этого сделаем все необходимое и все возможное, все, что в наших силах. То есть сегодня как раз время, когда мы переоцениваем все наши экономические реалии, переоцениваем условия для ведения бизнеса, условия для развития экономики, с тем, чтобы отформатировать их таким образом, чтобы дать новый толчок для движения вперед. Молодые ученые работают по различным направлениям науки – физико-техническим, естественным и гуманитарным. Одним из лауреатов конкурса имени академика Павлова стал Дмитрий Благов. Его разработки уже сейчас облегчают труд сотням зоотехников и агрономов в десятки фермерских хозяйств региона. К сожалению, работа зоотехника строится в том плане, что все расчеты проводятся на микрокалькуляторах, а это уже для нашего общества не актуально. Требуется вводить новые единицы измерения, а эта программа уже построена под них. И человеку уже не нужно ломать голову, вспоминая, какие нужны нормы, сколько, допустим, нужно дать того или иного корма. Все это уже в ней есть. И всегда можно составить бассейрный рацион и конкретное хозяйство. Еще одним победителем стал аспирант Рязанского государственного медицинского университета. Его фундаментальные исследования в области сердечно-сосудистой хирургии нашли применение в больницах Рязанской и Московской областей. Мое исследование в рамках диссертационной работы скорее можно отнести к фундаментальным исследованиям, которые лежат и затрагивают наиболее глубинные причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, венозной патологии. Понимаете, разницы между фундаментальными и практическими исследованиями очень мала. Нет исследований фундаментальных, есть только предлавные. Мы называем фундаментальные исследования те, которые чуть позже применяются в практике. Поэтому оно так условно называется фундаментальным, так безусловно оно практическое исследование. Применяются, в принципе, результаты эти могут быть применены для прогнозирования и улучшения результатов лечения у пациентов с венозной патологией, с венозными тромбозами, варикозным расширением вен. Конкурс носит название первого русского Нобелевского лауреата, знаменитого ученого и рязанца Ивана Петровича Павлова. Именно он признавал важность поддержания молодых умов.